Доброе утро! Доброе утро! У нас очень интересный гость, и мне, как театральному человеку, безумно интересно узнать некоторые моменты, о которых мы, конечно, поговорим. Да, но разреши мне тебя перебить, потому что есть немаловажная информация. 3 ноября в Камерном театре состоится чистка новой пьесы Олега Багаева «Я убил царя». А сегодня драматург пришел к нам в гости, чтобы поговорить об этом во всем. Доброе утро, Олег. Доброе утро! Олег, расскажите, пожалуйста, первый такой вопрос, почему спустя сто с небольшим лет вы вновь обратились к теме расстрела царской семьи? Ой, ну вы знаете, это первый вопрос, который задают всегда за границей, в Европе. Когда-то говорили, что из Екатеринбурга, это первое говорят. Вот в этом городе это все и случилось. Конечно, это вопрос, который всегда будет стоять перед нашим городом. Ну, это то событие, такое очень веселое, неутреннее, прямо скажем, которое всегда будет с нашим городом. И вот эти моральные, нравственные вопросы, которые все равно стоят перед нами, нам придется их решать. Ну, сюжетная линия в пьесе, она подкреплена. Вы же изучали огромное количество документов. То есть это все на исторических событиях, на том, что абсолютно доказано? Ну, конечно. Вы знаете, есть такой жанр, постдокументальная пьеса. Да, потому что Тынянов когда-то сказал такую вещь, что там, где заканчивается документ, я продолжаю говорить, я начинаю говорить. Вот. И в моей пьесе все персонажи, которые существуют в допросах Соколова, да, известное судебное дело, чем занимался Соколов, он вывез все эти документы во Францию. Ипатьев, водитель, все-все персонажи, все люди, которые участвуют в этом событии. Сколько, в принципе, времени у вас ушло на подготовку? Ну, все по-разному уходит. Вот одна из моих пьес, Русская народная почта, я ее написал за две недели. Я помню, Хиджакова спросила, как за две недели? Ну что, это невозможно. Ну, вот так бывает. Какие-то пьесы, вот какая-то пьеса долго пишется, два года, а какие-то очень быстро. Это в зависимости от того, какой материал. Ну, здесь материал сложный. Наверняка вам понадобилось много времени. Конечно, конечно, конечно. Потому что я понимаю, что историки сразу же стоят и ждут меня. Так, ну, а расскажите, пожалуйста, это все-таки к какому жанру будет относиться? Документальная история, постдокументальная, да. То есть это то, чем занимается современный театр. Это 15 монологов, да, следственного уголовного дела, которые я обработал, которые я сделал объемными, наполненными образами литературными и так далее. Потому что в деле, скажем, Епатьев говорит вот по существу, ну, от силы, наверное, три абзаца. Все остальное, то, как он вошел в дом, это все народная память. Вот, скажем, домработница одного нашего советского известного писателя была вот как раз в этом доме, замывала полы. И она вспоминала, он мне рассказывал удивительно потрясающую вещь. Это вот часть народной памяти. Скажем, мой брат ходил в детский сад, в этом доме был детский сад, представляете? Вот, и, в общем, да, на самом деле эта история, таким, знаете, прошла каким-то стержнем через всю нашу историю нашего города. 3 ноября в Камерном театре состоится читка пьесы «Я убил царя». Кто будет читать? Будут читать актеры этого замечательного театра, приглашенные актеры Герман Борисович Варфоломеев, ведущий артист театра «Кукол». И еще хочу сказать, что 10 декабря в Эверджазе тоже будет показ уже инклюзивного театра Ларисы Абашевой. Да, знаем такой театр, очень сейчас известный, очень интересный, необычный. Расскажите, пожалуйста, а планируете уже где-то поставить этот спектакль? Да, спектакль, пьеса, как это сказать, победила, не победила, то есть взяла грант Министерства культуры федерального. Тюменский театр, замечательный, Леонида Окунева под названием «Ангажемент». Будут ставить вашу пьесу? Да, да, да. Отлично. Подскажите, ну и вопрос такой, будет ли поставлено в спектакле «Самая главная сцена, сцена убийства»? Нет, нет, это, понимаете, это вот то, что видеть нельзя, потому что это совершенно сакральное, да, сакральное событие. Это не для театра, потому что я считаю, что название пьесы, оно, конечно, настораживает всех нас, особенно с утра, но тем не менее. Каждый житель 1918 года несет отчасти ответственность за случившееся, в том числе мой прадед, который жил вот здесь, на площади Болотная. Так, да, такая тема не утренняя, конечно. Но скажите, зрители могут прийти на читку и увидеть это своими глазами? Конечно, вход бесплатный, и я думаю, что горожанам будет это интересно, вход бесплатный, и, возможно, поговорить, подискутировать после этого. 3 ноября, камерный театр, во сколько? 6 часов вечера. 6 часов вечера. Благодарим вас. Прекрасно. Да, мы напоминаем еще раз, что сегодня в нашей студии был замечательный гость, драматург Олег Багаев. Ну и еще раз напоминаем, что 3 ноября читка пьесы «Я убил царя». 18.00, камерный театр. Все верно, знаменитый уральский драматург Олег Багаев. Благодарим вас, спасибо огромное, мы движемся дальше. Да, книги «Москва. Место встречи» и «В Питере жить» — это современное путешествие из Петербурга в Москву. С ними познакомимся в рубрике «Экспресс-досуд».